Так, следующий вопрос. Я живу в Казахстане, в прошлом году съездил в Россию в город Астрахань, чтобы провести медобследование и узнать, есть ли у меня сколиоз. Проходил обследование, у меня диагностировали сколиоз первой степени, смещение в шейном отделе позвоночника. У меня такой вопрос, можно ли вправить позвонки в этой области, насколько вероятность того, что можно восстановиться и вылечиться полностью. Хотя, я читал, слышал, что полностью восстановить искривление, искривленный отдел позвоночника в первоначальном виде невозможно. И еще я где-то считал, что нельзя заниматься активными видами спорта, вообще бег, подтягивания, кроме плавания ЛФК. Хотел бы узнать ваше мнение, как специалисты по этому поводу. Ну, во-первых, возможно полностью исправить функциональный сколиоз. Функциональный сколиоз – это сколиоз, который развился только из-за разницы тонуса мышц. То есть, есть мышцы, которые справа-слево фиксируют позвоночник. Есть мышцы, которые фиксируют во в переднем и заднем направлении. Сколиоз развивается, когда нарушаются функции этих мышц, тонуса этих мышц. Много видео уже снято, посмотрите по этому поводу. Как их тренировать, как определить, какая именно мышца не работает. Это видео мы уже снимали. Сколиоз с ротацией, то есть, в торсе, когда появляется реберный горб, он возникает при укорочении внутренней косой мышцы живота, при слабостной наружной косой мышцы живота. Вот, то есть, на это можно еще обратить внимание, это не очень часто встречается в литературе. Да, возможно восстановить этот функциональный сколиоз. Если, ну, это само собой сопровождается софиксацией позвонков, смещением, возможно, скомпрессии минералов. Но, если уже появилась деформация тела позвонков, то есть, уже возникают органические какие-то изменения, то есть, это проблема не только в мышцах, которые фиксируют позвоночник, но и в изменении структур самих позвонков, то полноценно это невозможно уже восстановить. Во всех других случаях это восстанавливается на 100%. Вот, второе, нельзя заниматься активными видами спорта, но, например, то есть, допустим, у вас имеется сколиоз, там, как он, лицеобразный, и не работает там широчайшая мышца, с одной стороны. Вы начинаете делать какие-либо упражнения, где участвуют обе широчайшие мышцы, у вас одна будет включаться, другая не будет включаться, и это будет вызывать еще больше усиления сколиоза. Ну, а с другой стороны, в этот момент вы будете тренировать сердечно-сосудистую систему, дыхательную систему, выносливость с вами тренировать, но будете улучшать состояние своего позвоночника. Например, у вас не работает там задний большеберцовый мост, и есть нестабильность малоберцового костей при беге, колено будет нестабильным. Вот, тоже будете тренировать дыхательную систему, но будете разрушать свое колено. Вот, так что выбирайте, что важнее, но в идеале нужно сначала устранить эти нарушения, потом уже активно заниматься спортом, потому что если это не сделать, спортивная карьера ваша будет совсем недолгой. Спасибо.